Друзья, всем привет! Сегодня у нас продолжается марафон обзоров на новые обновления MIUI 14. Не так давно я рассматривал обновления на примере Xiaomi 13T. Да, это новинка недавнего времени и сегодня пришла пора не менее интересного аппарата Poco F5 и его нового обновления. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. В целом сейчас обновления выпускаются не так как хотелось бы. Их вроде бы особо и нет, но когда что-то новенькое выходит, сразу хочется с этим ознакомиться. И у нас европейский индекс 14.0.9.0. По списку изменений все у нас будет стандартно. Это у нас получается будет патчи безопасности всевозможные и улучшение безопасности самой системы. Что также примечательно, у нас в обновлении системы добавляются два таких вот пункта. Это проверить обновление, ну в принципе стандартная история. И добавляется отдельный раздел как Xiaomi Community. Как только мы на него нажимаем, мы переходим на официальный форум. Где в принципе можно устраивать дискуссии на тематику Xiaomi и MIUI в частности. И по тому таким способом разработчики решили привлекать еще больше людей в свое комьюнити. Ну в общем да, настройки это все прекрасно. Что же по поводу всего остального. И вот кстати в новых обновлениях и на новых аппаратах убирают состояние защиты. Но его скорее всего переносят в другой раздел и тут у нас остается вверху лишь только два. Говоря же про все оставшиеся разделы, которые у нас с вами есть, тут ничего нового разработчики не добавляют. То есть все самые последние обновления сконцентрированы на том, чтобы как-то золотать какие-то дыры, исправить ошибки, ну и так далее. То есть даже у этого аппарата нет подключенных устройств, так называемой кросс-платформы MIUI плюс бета. Чтобы можно было взаимодействовать вместе с планшетом. По всем оставшимся разделам, друзья, что я хотел бы отметить. Единственное, что новенькое у нас может добавиться, это в раздел батарея. И тут у нас добавляется раздел под названием оптимизированная зарядка. Что это имеется ввиду? То есть до 80% аппарата заряжается по максимуму, а потом уже будет более медленно именно получать заряд от розетки. И это появляется у нас вот относительно с недавних обновлений. В общем это и все, что хотелось бы сказать по настройкам. Теперь с вами давайте поговорим про стоковые обновления. Потому что вручную их можно поставить и даже нужно их поставить. Объясню почему. Потому что первое приложение это галерея. Оно у нас самое актуальное и все самые свежие обновления для ваших Xiaomi, ну в плане стоковых обновлений, вы можете найти в нашем телеграм-канале. Ссылочка на него будет в описании, как и на все приложения из сегодняшнего видеоролика. Так вот, у нас получается галерея изменяет свой вид. И теперь все объекты и камеры переносятся в эти три точки. Если к примеру мы нажмем на редактор фотографии, мы получаем еще больше возможностей. Это можно получить благодаря обновлению редактора галереи. Версия глобальная, поэтому смело можно устанавливать на свое устройство. Конечно же не забыли и про приложение безопасность, самое актуальное для глобальной версии прошивки 8.2.0. Каких-то сверхновых фишек мы с вами не получим, но по крайней мере приложение обновим и будем думать, что наше устройство под надежной защитой. Еще одно интересное обновление касается у нас проводника. Он получает видоизмененный стиль. И это, кстати, у нас не будет устанавливаться вторым приложением проводник. Все будет в рамках одного приложения. Вот, пожалуйста, такой интересный вид мы с вами можем получить. И также еще не забываем про улучшения Poco лаунчера, который по сравнению с MIUI лаунчером обновляется крайне редко, но, как говорится, редко, но метко. И также 62.50 версия от 15 сентября. Потому, если вас все эти обновления заинтересовали, вы их можете установить на своем устройстве. И теперь, если затронуть тематику быстродействия, тестов, троттлинга, ну и так далее, я хочу сказать следующее. Это устройство в целом оптимизировано неплохо. Каких-то фризов, багов, там, еще каких-то переходов критических я не замечал. И потому я решил для вас провести интересные тесты. Первое, это будет на троттлинг 15 минут и 100 потоков. Но, в целом, 25% потери, как бы, производительности троттлинг, то есть у нас 25%, ну, считаю, для этого устройства в целом неплохо. Потому, что раньше было полная фиаско. Ну, ради интереса, может, еще на 30 минут поставлю и посмотрю, как он на 30 минутах себя покажет. Что же касается Antutu теста, то, как бы, показатели у нас подрастают с новым обновлением. И, конечно же, стоит еще отметить, что версия Antutu у нас будет самой-самой последней, 10.0.10. Потому и такие данные это устройство выбивает. Что же, друзья, хотелось бы вам сказать в конце. Да, обновления сейчас, конечно, не имеют сверх там кучи всяких новых плюшек, фишек, ну, и так далее. Но, по крайней мере, устройства обновляют. И на этом спасибо. Да, мы с вами не получаем обновления для стиля перезагрузки. Оно у нас старое, хотя прошивка у нас одна из самых последних на это устройство. И плюс Android 13. Да, мы еще тут с вами не получаем разделения в разделе громкости. Ну, в плане звука и вибрации. То есть, тут дополнительного ползунка у нас нет. Но, опять же, это все добавится данному устройству в будущих обновлениях. Но, на сегодня, что есть, то есть. Если у вас еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментариях. Там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok